В начале пара слов о том, что мы имеем в настоящий момент. Немного ситуация прояснилась, но пока еще много очень неясного. Во-первых, цена не падает. Это уже хорошо. Прошли сутки, мы даже немного поджимаем уровень вверх. Можно выделить вот здесь такой коридор от минимумов до максимумов. И несмотря на то, что какие-то линии поддержки можно рисовать, я думаю, что эта штука очень слабая, и скорее всего мы будем ее пробивать и двигаться внутри вот этого коридора. Очень примечательный тот факт, что вот эта цена в 5080 долларов, от нее отбивалась цена при изначальном пампе, и вот сейчас, когда пыталась ее тестировать, тоже ушла резко вниз. Такое впечатление, что на этом уровне кто-то крупный продает, что говорит о том, что скорее всего так просто этот уровень не взять. С другой стороны, вот этот вот уровень в 4665 долларов, от него росла цена вот здесь, от него отбивалась здесь, здесь, ну и практически даже пыталась дойти здесь, тоже достаточно сильный уровень. То есть все указывает на то, что мы будем торговаться в боковике, но при этом вроде бы как склоняемся к росту скорее. Еще один положительный момент, это то, что если вы посмотрите на распределение объема, то во-первых, он явно больше, чем тот, который был до этого, что очень радует. Второе, это то, что есть здесь такие более насыщенные области и менее насыщенные области в плане объема. И вот более насыщенные области, они появлялись на росте. Когда цена была в боковике, то объема почти не было. Вот опять, почти нет объема, цена идет в боковике. Только мы начинаем расти, ну падать понятно, сильная одна свечка, но тем не менее, когда цена движется, мы видим объем. Такое впечатление, что опять же ценой в какой-то мере управляют. Но и тем не менее, самое главное, это то, что уже прошли сутки, но мы еще не валимся вниз. Это очень и очень хороший знак, на мой взгляд. И при этом вот этот вот уровень поддержки, о котором мы говорили, он находится чуть выше, чем 200-дневная скользящая средняя. И вполне возможно, по этой причине как раз он и был таким сильным уровнем, когда цена с ним реагировала. Хочу отметить вот какой момент. Если мы перейдем на недельный таймфрейм и посмотрим Bollinger Bands, то, как мы уже с вами отмечали, цена сейчас находится выше базовой линии Bollinger Bands, которая по сути представляет собой 20-недельную скользящую среднюю. И хотел я вас увести обратно в 2014-2015 год и показать, как вела себя цена в отношении к реакции с вот этим вот базовым уровнем Bollinger Bands. Посмотрите, апрель-май 2015 года цена вышла выше этой линии. Но вот только здесь был какой-то позитив, до этого цена практически всегда была ниже нее и отскакивала от нее при попытке теста. Вот посмотрите, здесь цена впервые пересекла вот эту базовую линию, 20-недельную скользящую среднюю снизу вверх и вышла за границы Bollinger Bands. Между прочим, рост составил порядка 40%. После этого цена торговалась в этом канале какое-то время и пошла на коррекцию, где все стали паниковать. Посмотрите на вот эту прекрасную свечку, вот этот Doji. Цена отбилась от нижней границы Bollinger Bands и пошла наверх. Снова прошила 20-недельную скользящую среднюю, и после этого она уже никогда практически не опускалась ниже нее, если не считать, конечно, таких вот резких свечей. И по сути это был уже бычий рынок, и это продолжалось вот там до конца 2017 года. При этом, если вы опять же посмотрите на то, как цена вела себя по отношению с верхней границей Bollinger Bands, то практически на каждом пампе вы видели, что она уходила выше, потом возвращалась, и снова там памп выше, 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 выше. То есть это стандартное поведение цены биткоина у нас на нашем бычьем рынке, когда цена выше базовой линии Bollinger Bands и постоянно тестирует верхнюю границу. Хочу обратить внимание еще раз, что вот здесь, после первой вот такой попытки, цена ушла после боковика на длинную коррекцию. Более того, она протестировала 200-недельную скользящую среднюю и вышла потом выше нее, вот такой вот свечкой, да, спустя какой-то боковик, все пошел разворот. А теперь смотрите, вот какая важная вещь. В течение всего медвежьего рынка на 2014-2015 году, и даже некоторое время после того, как было дно у медвежьего рынка, цена никогда не выходила за верхнюю границу Bollinger Bands на недельном таймфрейме. Она вышла туда вот тут, перед тем, как она протестировала нижнюю границу Bollinger Bands еще раз в попытке вытряхнуть все слабые руки. И после этого цена всегда была выше базовой линии Bollinger Bands и постоянно тестирует верхнюю границу Bollinger Bands. Посмотрите, что у нас было сейчас. Цена ни разу не тестировала верхнюю границу Bollinger Bands и практически всегда находилась после вот этого пересечения ниже средней базовой линии Bollinger Bands. Теперь она впервые пробила верхнюю границу Bollinger Bands на недельном таймфрейме за всю историю настоящего медвежьего рынка, начиная с конца 2017 года. На мой взгляд, это один из сильнейших сигналов того, что рынок развернулся, особенно после того, как мы сделали вот такую вот штуку до этого, пробив Bollinger Bands вниз, протестировав 200-недельную скающую среднюю и многое-многое другое, о чем мы с вами говорили в предыдущих видео. И теперь мы либо окажемся в диапазоне между базовой линией Bollinger Bands и ее верхней границей, будем туда-сюда прыгать, постоянно выходить за верхнюю границу, что означает то, что мы будем постоянно расти, и это будет началом бычьего рынка, либо мы еще раз, как и в 2014, вернее в 2015 году, попробуем протестировать базовую линию Bollinger Bands и, возможно, даже пустить свечку ниже 200-недельной скользящей средней. Но это должно быть как раз вот это вытряхивание, последнее вытряхивание слабых рук, после которого, опять же, если просто цена будет повторять историю, не факт, что это случится, после которого мы вернемся в бычью территорию, и оттуда уже можно спокойно, так сказать, без шума и пыли двигаться вверх. Поэтому я внимательно смотрел на то, как, во-первых, цена ведет себя внутри этого канала, а, во-вторых, как она далеко будет отходить от вот этой верхней границы Bollinger Bands. Если она будет отходить от нее достаточно далеко вниз, то это будет явно сигнал на то, что мы идем тестировать либо 20-недельную, а может быть и даже 200-недельную скользящую среднюю. В противном случае у нас есть шанс подняться и выше, до 6000 и так далее. За это также говорит и то, что мы находимся очень высоко по отношению к границе Bollinger Bands на дневном таймфрейме, и сейчас, конечно, она подбирается сюда, но мы должны, скорее всего, в нее вернуться, тем не менее, оставаясь вот в этом канале. Так что, друзья, резюмирую, для быков все пока выглядит неплохо. Если опасаетесь, ну ставьте стоп за вот этой вот скользящей средней 200-дневной, да, я думаю, что это будет вполне логично и безопасно. Но, конечно, как всегда, не финансовый совет, личное мнение. У меня на этом сегодня все. Спасибо, что смотрели. Пока.